МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Ника ТВ новости в студии Екатерина Киселева и в этом выпуске. Поддержат социально деньги из городского бюджета вновь пойдут на нужды людей. Небескорыстная помощь. Руководителям Сухиньческой автошколы грозит срок за подделку документов. Совершенно секретно. Как защитить свои данные во всемирной паутине? Теперь обо всем подробнее. Председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ Илка Конерова предлагает России закрыть границу с Украиной, чтобы помочь в борьбе с ростом насилия на востоке Украины в последние недели. При этом он отметил, что при закрытии границы необходимо изучить вопрос о поставках гуманитарной помощи гражданскому населению, пострадавшим от обстрелов и подрывов. Такие действия могут оказаться основной формой гуманитарной помощи самим себе. Министерство труда и социальной защиты разработало законопроект, который позволит внепланово проверить компании на предмет уклонения от уплаты страховых взносов заработников. Это поможет в борьбе с нелегалами и серыми зарплатами. Если законопроект будет одобрен, то он расширит полномочия пенсионного фонда и фонда социального страхования. До шести лет лишения свободы либо штраф до трех с половиной миллионов рублей может грозить директору автошколы, инструктору по вождению в Сухиничах. Следственным комитетом установлено, что с февраля по май прошлого года за определенные вознаграждения будущие водители могли избежать сдачи теоретических экзаменов. Причем помогали не только правильными ответами во время тестирования, но и с документами. Кроме того, директором указанной автошколы были изготовлены подложные документы о том, что гражданин якобы обучался в автошколе и сдал внутренние квалификационные экзамены. В настоящее время расследование по уголовному делу окончено. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Водители отправят на медосвидетельствование. Калужские госавтоинспекторы предлагают губернатору открыть в каждом крупном муниципалитете области пункты медосвидетельствования. Документ готовится, так как все больше водителей отказываются от прохождения этой процедуры. В итоге только в прошлом году больше 70 человек погибли в ДТП по вине пьяных автолюбителей. Добавлю, если водитель отказывается от прохождения медосвидетельствования, ему грозит лишение прав или административный арест. Нетрезвого маршрутчика поймали автоинспекторы. При этом алкотестер показал более одной промилле в результате проверки. Как оказалось, это не единственное правонарушение водителя пассажирского Форда Транзит. Ранее он уже привлекался за аналогичную провинность и даже лишался водительских прав. Помимо этого, только за выходные сотрудниками ГИБДД в Калуге поймано 14 нетрезвых водителей. А с начала года шоферов в подшафе оказалось более 80. В первую очередь, это, конечно же, профилактика. Также снижение аварийности и снижение количества дороже транспортных происшествий, участниками которых стали водители в нетрезвом состоянии. По сравнению с прошлым годом на территории областного центра произошел рост количества дороже транспортных происшествий с участием водителей в трезвом состоянии. Естественно, одна из мер реагирования – проведение вот таких мероприятий. Сотрудники городского ГИБДД отмечают зачастую выявить, что таких нерадивых водителей помогают жители города. Некоторые из пьяных автолюбителей задержаны благодаря обращениям граждан. Студенты и школьники Овнинска борются с травматизмом на дорогах. Юные жители Наукограда организовали акцию по соблюдению правил дорожного движения. Поможет ли это остановить кого-то от ошибки, узнала Ольга Золотина. Эпистолярный жанр как средство профилактики ДТП. Школьники Овнинска помимо сочинений на стандартные темы раскрыли на бумаге еще одну проблемную, общую для всех. Данное мероприятие направлено на предупреждение, пресечение травматизма среди пешеходов, на взаимное уважение, на соблюдение правил дорожного движения в сфере безопасности пешеходов. Учащиеся подготовили письменное обращение водителям. В них просили соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах. Послания с рисунками вручали сотрудники ДПС и студенты Овнинского колледжа технологии. В комплекте к письмам шли памятки об использовании ремней безопасности. Большинство участников акции сами потенциальные водители. Делая внушение старшим, они обещают не повторять их ошибок. Прекрасно понимая значение безопасного управления автомобилем. Как бы тоже будущий водитель, тоже за безопасность на дорогах. А тут еще и дети рисуют, подтверждают нам о безопасности на дорогах. Почему бы не поддержать водителей, не рассказать им об этой акции? Чтобы обезопасить пешеходов и водителей на дорожной части. Такие акции в городе проводятся регулярно. И судя по статистике, урок от школьников водители постепенно усваивают. Сотрудники ДПС заметили, что по сравнению с таким же промежутком прошлого года, количество ДТП по Обнинску снизилось в несколько раз. Ольга Золотина, телекомпания НИКО ТВ, при сотрудничестве с телекомпанией Крылья, Обнинск. Россияне стали жить дольше. Средняя продолжительность жизни превысила 71 год. То есть за 5 лет цифра выросла почти на 3 года. Увеличение продолжительности жизни, снижение смертности – те результаты, которым сейчас стремятся в правительстве. 150 тысяч калужан в прошлом году получили социальную поддержку, в том числе и за счет городского бюджета. Например, компенсацию за оплату коммунальных услуг, адресную социальную помощь. Также в числе значимых итогов прошлого года – сдача более 200 тысяч квадратных метров жилья. Отремонтированы дворы, 64 молодые семьи получили свидетельство о праве на получение социальных выплат. Среди задач на этот год – подготовка к предстоящим выборам, мероприятия в честь 70-летия Победы, благоустройство территории, строительство спортивных площадок и наведение порядка в сфере ЖКХ. Также в этом году обещают сдать в эксплуатацию еще 250 тысяч квадратных метров жилья. А в список на получение социальных выплат включить еще 68 молодых семей. Наша с вами задача главная – сохранить стабильность социальную в городе в соответствии с утвержденным нами бюджетом на 2015 год, который носит ярко выраженную социальную направленность. Число пользователей всемирной паутины только растет. По итогам 2014-го проникновение интернета в России превысило две трети взрослого населения. То есть в сеть выходили больше 80 миллионов человек. В основном прирост происходит за счет людей старше 30 лет. Более молодая аудитория уже почти на 100% подключена к сети. В основном пользователи используют смартфоны и планшеты. Пользователям при этом не стоит забывать и о соблюдении правил поведения во всемирной паутине. Сегодня отмечается Международный день защиты персональных данных. В некоторых странах этот праздник называется Днем конфиденциальности. Министерство обороны России объявило тендер на закупку лицензии для антивирусной защиты компьютеров для своего ведомства. Лицензия на все программные изделия должна предусматривать полноценное функционирование средств антивирусной защиты на неограниченном количестве персональных компьютеров, говорится в документе. Сварила и осуществила детскую мечту. Наш корреспондент Ольга Золотина на один день сменила профессию журналиста на сварщика. Она узнала, что такое держать дугу, но захочет ли продолжить варочные эксперименты в будущем, выяснила наша съемочная группа. Не на своем рабочем месте, а по другую сторону камеры. Наш корреспондент Ольга Золотина на этот раз сама стала героем сюжета, а заодно испытателем новой для себя профессии. О том, что будет нелегко, она поняла еще и на этапе переодевания. Имидж здесь ничто, главное – безопасность. Надо в мозг зацепить, а то иначе будет прическа и огонечек. Это как? Загореть будет. Костюм сварщика оказался не по размеру, зато весьма модным. Укороченные брюки сейчас в тренде, говорит Ольга. А вот шнурки из медной проволоки не очень-то стильно. Забыть о всех модных капризах и настроиться на серьезную работу, призывает студент политехнического колледжа Юрий Симонов. За несколько минут он пытается объяснить журналистке всю суть варочного процесса. Это электрод. Это держак. Зажимаем электрод, конец электрода, точнее, начало электрода в держаке. На торце у нас. Видно, видно, я знаю. Но у Ольги уже есть свое представление о том, что происходит во время яркой вспышки. Огонь – это жизнь. Соединяет два предмета. И как бы они не были тверды, они воссоединятся в огне страсти. Огонь страсти профессионалы называют электрической дугой. Разжечь ее и удержать – это первое, чему должен научиться сварщик. Делается это практически вслепую, поэтому вывести даже элементарные формы оказывается нелегко. Сдаваться журналисты не привыкли. И как без нужного интервью, так и без сварочного шва съемочную площадку не покидают. Вот этот цветочек профессионал, он мне помогал, а вот это я сделала сама. В детстве мы… ну, кто не хотел посмотреть на сварку? Нам запрещали, говорили, что ни в коем случае нельзя. Но так хотелось, так хотелось. И тут такая прекрасная возможность, можно сказать, за мечтой детства сбылась. Девушки среди сварщиков в последнее время попадаются чаще. Профессия больше не считается чисто мужской. В Калуге такие работники сейчас востребованы на многих предприятиях. Высококвалифицированные кадры оплачиваются хорошо. К тому же в работе всегда есть место творчества и даже романтики. Когда ты поднимаешься где-то метров на 30-40, привязываешься страховочным ремнем и варишь, глянешь вниз, под тобой весь ландшафт растирается, сверху светит солнышко. Ты видишь, как после твоих усилий начинает появляться цех, пролет моста. И ты горд тем, что твой труд здесь как раз вот был вложен. Поэтому я считаю, что девушки могут идти, поступать и обладевать данной специальностью. Готовить специалистов Калужский политехнический колледж для освоения профессии нужно максимум 4 года. А чтобы научиться хоть как-то соединять детали достаточно полутора часов. Я знал людей похуже, которые варили. Допустим, бывают и хуже. А ну не, она хорошо справилась с задачей. Допустим, она научилась сама зажигать дугу, а это получалось не у всех людей с первого раза. Обычно просто втыкался электрод, прилипал, все, его отрывали, полэлектрода сломано, обмазка отлетела, все, считай, электрод на выкину. Шоп получился не идеальным, но вполне подающим перспективой. Задача первого урока – почувствовать дугу – была решена. Сама же Ольга тоже осталась довольной результатом, а главное тем, что в процессе съемки никто не пострадал. От дальнейшего изучения навыков журналистка отказалась, поняв, что до настоящего мастера ей еще расти и расти. Здесь две меня, наверное, поместятся. Корреспондент Ольга Золотина перевоплотилась в сварщика специально для программы «Я профи». Она выйдет в эфир в это воскресенье в 14 часов 15 минут. С крещения Руси прошло больше тысячи лет, а в народе еще помнят некоторые языческие традиции. Сегодня день угощения домового, доброго духа. По древним поверьям, он рачительный хозяин, помогающий дружной семье. В этот день полагалось после ужина оставлять за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями, чтобы она не остыла до полуночи, когда домовой придет ужинать. Про домового, пожалуй, помнили всегда. И, конечно, самым ярким и добрым был и остается всем известный Кузя, а его изречения стали крылатыми фразами. И на этом пока все. Итоги этого дня мои коллеги подведут в вечерних информационных выпусках. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok